Если я проговорю это или кто-то это услышит, что-то сдвинется с какой-то точки. Некоторое время назад я критиковал Юрия Дудя за комплементарное поведение во время своих новых интервью. Отсутствие острых вопросов, которые с новой стороны раскрывали бы гостей. Казалось бы, начало сбываться предсказание Дмитрия Нагиева о неизбежном превращении любого успешного проекта в конвейерное производство. Нас ведь что губит? Поток, поточность производства. У вас сегодня есть еще какое-нибудь интервью? Нет. И тем не менее, вы находитесь уже на потоке. Когда-то это было очень ярким и, наверное, для артистов долгожданным событием. Но не тут-то было. В интервью с телеведущим Александром Гордоном мы снова увидели и конфликтную беседу с острыми вопросами и раскрытие гостя с неожиданной стороны. Интервью набрало 13 миллионов просмотров меньше, чем за месяц. Чем же так интересно это интервью? Давайте обо всем по порядку. Хочу с вами поделиться идеей, которую я хотел бы реализовать по возможности в ближайшее время. Я очень люблю природу и все, что связано с загородным отдыхом. Поэтому хотелось бы реализовать что-то вроде выездного интенсива на природе с людьми, которым это тоже интересно. Где бы мы собрались, проводили коммуникативные психологические игры и отдыхали. Но сейчас я не объявляю никакой набор. Я хочу поделиться одним из своих страхов. Для меня нет ничего хуже, чем выехать на природу далеко от города и понять, что у меня сломался автомобиль. Поэтому я по возможности всегда стараюсь поддерживать машину в полном порядке. Она у меня не самая новенькая, а в автосервисах часто зламывают цены на запчасти. Поэтому я ищу запчасти сам на Авито. Это выходит гораздо выгодней. Там можно не только купить запчасти и аксессуары на любой вкус и цвет, но также и продать. Самое главное, на Авито решена проблема, когда можно ошибиться с совместимостью деталей со своей машиной. Многие запчасти можно отфильтровать по марке, модели и поколению автомобиля. Вот, например, я вожу марку своей машины. У меня Volkswagen Jetta 6-го поколения. Давайте введем комплект цепи ГРМ. Мне как раз ее уже пора менять. Здесь я могу выбрать магазин около дома через карту поиска. Оценить профиль продавца и почитать отзывы. Добавлять в избранное и сравнивать товары. Это очень удобно и прозрачно. Вот, смотрим, например, объявление 7000. Продает хороший продавец. Можем посмотреть отзывы. Также можем посмотреть, каким авто подходит данная запчасть. Не ограничивайте себя в поиске. Выбирайте нужные запчасти для авто, которые подходят для вас. Ссылку я оставлю в описании под видео. Переходите, запоминайте и не теряйте. Это очень удобно. Приступаем. Продолжаем смотреть видео. Я уже анализировал работу Дудя и замечал, как с разными гостями его поведение отличается. С кем-то он нарочно конфликтует. А с кем-то ведет себя комплементарно. Разумеется, действует таким образом журналист не просто так. Юрий владеет журналистскими приемами ведения интервью. И каждый его прием нужен для того, чтобы раскрывать гостя. Чем больше гостя раскрывается с разных сторон, тем интереснее и глубже получается разговор для зрителей. Один из заточенных и провокационных приемов Дудя – это указывать на противоречие гостя. В некоторых случаях он подсвечивает противоречивую позицию гостя в начале беседы и начинает интервью с конфликта, как в старом выпуске с Евгением Ройзманом. Однако обычно он работает тоньше, как, например, в выпуске с Никитой Михалковым. Ведет беседу на отвлеченные, легкие темы, а также о том, что интересно гостю. Что может развеселить и расслабить. Согласитесь, если сразу начинать разговор с конфликта, то собеседник может уйти в глухую оборону, вплоть до отказа от интервью. И того самого раскрытия может не произойти. Поэтому, чтобы добиться цели, Дудь понимает – нужно установить доверительный характер разговора, создать комфортную атмосферу, наладить контакт. Такой прием называется рапорт – установка доверия между людьми, которое происходит в самом начале коммуникации. Наладить это доверие необходимо для того, чтобы беседа с гостем была комфортной, чтобы гость не боялся быть искренним собеседником. А уже потом, когда связь установлена, можно сбрасывать бомбу, начинать задавать острые, чувствительные для гостя вопросы. Как же в беседе с Александром Гордоном Дудь добивался желаемого эффекта раскрытия героя? Несмотря на то, что гость отвечал противоречиво и был замкнут. И почему в тех моментах, когда Гордон закрывался или уклонялся от ответа, это все равно раскрывало его с новой и неожиданной стороны для зрителей? Интервью с Гордоном начинается со стандартной схемы – установления рапорта. Говорят о том, что интересно гостю, что не вызовет у него негатива и сопротивления. Когда мы договаривались об интервью, вы сказали посмотреть или пересмотреть программу «Хмурое утро». Почему? Ну, во-первых, я считаю это лучшим, что я сделал на телевидении за все время, учитывая, что появилось там сначала на радио. Заметьте, что именно здесь происходит то самое налаживание связи. Как важно для Юрия создать для гостей комфортную обстановку. Они обсуждают радио-телепередачу «Хмурое утро». Мне представлялось, что такое пространство, которое вот там было создано в этой программе, оно как раз и стало во многом определять то, что сейчас происходит в блогах. Гордон проводит параллель с сегодняшним временем, сравнивая свою работу с ютуб-блогерами. Как бы намекает Юрию, что они из одной лодки. Программа, не передача в телевизионном смысле, в слову, это некое пространство. На стрим похоже очень. Да. Дудь поддерживает сравнение, присоединяется к гостю. А вам кажется сходством, потому что и то, и ютуб – это такое one-man-TV. Потом они обсуждают дом Гордона. Это также приятная тема. Гость рассказывает о том, что ему знакомо. Идет комфортная светская беседа. Искал я этот участок полгода. Каждый день после работы ехал и искал. Ну, с риэлтором каким-то там. А потом еще полгода сомневался, не отберут ли. Из-за первой линии? Ну, да. Так проходят первые семь минут интервью до перерыва на рекламу. А после, установив достаточно доверительную атмосферу, Юрий переходит к конфронтации. Дудь старается найти противоречия в публичной деятельности Гордона. Начинает с мужского-женского, шоу на Первом канале. Ну, да. Вы душите колготками там людей. Да. И что? Не сложно заметить, что воспоминания об этом Гордона веселит. Он даже не сдерживает улыбку. Каждый эпизод же не могу вспомнить. Дудь старается подсветить противоречия, вспомнив слова гостя. Вы много лет назад приходили на программу «100 вопросов к взрослому». Это когда дети задают вопрос известному человеку, и вы там сказали. Необходимое качество любого человека — ко всем относиться одинаково плохо. А ровно в отношениях. То есть то, что ты себе можешь позволить, грубо говоря, с дворником, ты должен себе позволить и с начальником. Или наоборот. То, что ты не можешь себе позволить с начальником, не позволяя себе и с дворником. Это один из приемов. Опора на цитату гостя. Возвращение цитаты. Такой бумеранг. Это показывает, что мысли и поступки героя расходятся. Гость сам не живет так, как проповедует. Похожим приемом пользуется и Владимир Познер. Но он нередко полностью строит интервью на цитатах гостя, вынуждая того в прямом эфире буквально отвечать за слова, сказанные в разные периоды жизни. В другом интервью вы говорите так. Вот мне кажется, что наш первый канал — это абсолютная порнография. Самая настоящая. Цитата ваша. Знаю людей, которые абсолютно счастливы в Америке. Но большинство начинает все-таки задавать себе вопрос. А нахрена я уехал? Зачем это было нужно? Чтобы что? Мне снятся кошмары, что я снова в Америке. Ну, некоторые преувеличения нет. Дудь идет немного по-другому. Если Познер, приводя цитату, может просить ее раскрыть, прояснить, уточнить, просто предложить как тему для беседы, то Дудь в разговоре с Гордоном создает конфликт. В настоящем или в прошлых публичных заявлениях гостя находит аргумент и ищет, в каких случаях в реальной жизни человек этого аргумента не придерживается. И Юрий пытается выяснить, действительно ли Гордон придерживаются равного отношения ко всем. Когда вы в последний раз кого-то из своих начальников называли тварью или пытались придушить колготками? На что гость вполне уверенно подтвердил, что и повышал голос на начальство, а с кем-то продолжительное время не поддерживает отношения. Я не буду называть имя. Я уже полгода не общаюсь вообще никак. То есть никак. Но Юрий остался не до конца удовлетворен ответом и стал рисовать противников выше статусом, провоцируя конфликтную ситуацию, в которой Гордон будет отбиваться не так уверенно. Хочу заметить, что слово «конфликт» я использую в том смысле, что Дудь хочет создать драматическую ситуацию. Ситуацию противоречия слов и дел человека, а не просто поругаться с ним. Поведение во время конфликта раскрывает человека с новой стороны. Это своего рода драматургический прием, как сценарий создают конфликт в пьесе или в киносценарии, чтобы раскрыть характер персонажа. Вы просто хотели посмеяться надо мной. Вы такой же, как остальные. Ты ничего обо мне не знаешь, приятель. Смотри, что произошло из-за тебя. Таким образом, конфликт, на который Дудь провоцирует гостя, раскрывает и Гордона. По деталям, которые увидите только вы, сможете разглядеть только вы, создать некий портрет этого человека. Вы удивитесь, насколько много мелких деталей, которые при беглом взгляде пропадают абсолютно, вдруг проступят, проявятся, и этот человек, который сидит напротив вас там 10-15 минут, он покажется вам совершенно другим. Так вот, усиливая конфликт, Дудь находит точку, в которой Гордон отбивается уже не так уверенно и быстро. Приводит в пример Владимира Жириновского. Такой ход позволяет ему нащупать границы и найти то самое несоответствие аргументу. Представим себе ситуацию, что в студии мужского и женского оказался бы, например, Владимир Жириновский, после того, как он по-хамски вел себя забеременной журналисткой, если вы помните эту ситуацию. Как бы вы себя с ним вели? Вы могли бы сказать ему твари? Здесь Гордон стал отвечать более дипломатично, слась на то, что и так проблем хватает. И он явно показывает, что здесь разбрасываться выражениями не станет. И первый раз в интервью, которое начиналось с обсуждения проектов старых лет, мы видим, как Гордон пытается разрешить конфликт, уклоняясь от прямого ответа. Отчасти это справедливо. Гордону уже приходилось иметь конфликты с федеральными политиками. Однажды, за сказанное в эфире «Хмурого утра» в адрес Григория Явлинского, ему пришлось отвечать в суде. Также у Гордона в свое время был конфликт с Никитой Михалковым, который чуть не стоил ему карьеры. Опять же, за слова, сказанные публично. В данном случае, гость просто отказывается отвечать на поставленный вопрос так полный и в такой форме, в какой хочет ведущий. И у него даже есть для этого основания, которые, правда, могут не сработать в его пользу. Аудиторий воспринимается как попытка уйти от прямого и конкретного ответа. Нежелание отвечать за свои слова, сказанные публично. Я этот бред слушать дальше не хочу. А я хочу, Саша. Слушай одна, пожалуйста. Зрители подобный ответ воспринимают как неустойчивость позиций и непоследовательность, критикую Гордона в комментариях. Люди нередко воспринимают интервью не столько как процесс раскрытия героя, а как поле битвы, чувствуя конфликт. Дудю было важно добиться другой реакции Гордона, проверить его устойчивость и последовательность позиции. Но он смог открыть один из приемов гостя – уклончивость. Чтобы сделать это, он повышал градус, рисуя Гордону все более тяжелых воображаемых противников. И у него получилось раскрыть Александра с другой стороны, как уклончивого человека. Что характерно, раскрытие происходит через закрытие и уход от прямого ответа, а не через полный открытый диалог. По ходу интервью Дудь прямо указывает гостю, что его позиция выглядит слабой, но Гордон заявляет, что это его не волнует, что оценка окружающих вообще не имеет значения. Как мы сможем выяснить позже, это некоторое лукавство. Вы ведете себя максимально дерзко, с очень слабыми людьми. Но когда мы заводим сейчас разговор про Владимира Жириновского, вы говорите, что не хочется шума, чтобы даже вспоминать какую-то историю. Для людей это выглядит как довольно трусливо. У Александра Гордона есть несколько приемов в напряженной коммуникации. Своего рода защиты, с помощью которой он пытается сохранить свою репутацию в глазах зрителей. Перекладывание ответственности. Каждый раз, когда Дудь указывает на поведение и слова Гордона в передаче «Мужское, женское» или «Они и мы», гость уходит в сторону. Перекладывает ответственность на других личностей или факторы. На формат. Как называлась программа? «Они и мы», по-моему. Да. Там есть слово «Гордон» в названии программы? Нет. Значит, что это? Значит, что вы не отвечаете на то, что из ваших уст льется? Абсолютно точно. Или за амплуа телеведущего, как будто оно живет отдельно от него. Я не журналист, никогда им не был. Именно поэтому я за большую часть базара не в авторских программах не отвечаю. Редакторскую группу. Здесь я имею дело с редактурой, которая мне не подвластна. Редактура Первого канала. Когда уже не остается аргументов, Гордон прибегает к демонстративному цинизму. Говорит, что работает на телевидении только из-за денег. Я же говорю, что я на телевидении работаю только исключительно ради денег. И убеждает, демонстрирует, что критика, упреки, репутация не имеют значения. Если бы я говорил раньше одну, а теперь другую, меня можно было в чем-то упрекнуть, хотя эти упреки мне, если честно, пофигу. Вы понимаете, что вы отвечаете все равно своей репутации за это? Да, плевать на репутацию. Давно плевать на репутацию. А, например, обсуждая корпоративное кино для ЛДПР, он как бы специально говорит, что снимает для «Единой России» и вдогонку, учитывая аудиторию Дудя, добавляет, что и для оппозиции снял бы фильм. И что он был бы совсем не похож на док-ток, где Навальный был выставлен негативно. Мало того, если ко мне придет кто-нибудь от Навального, тоже с предложением таким же, я и про Навального сниму кино. Это провокация. Один из излюбленных приемов Александра Гордона. Ну, такая нацеленность вопроса, это, конечно, инструмент. Этот инструмент я не скрываю, он у меня один из главных в арсенале. Называется он провокация, потому как мне кажется, что это один из самых верных способов извлечь из человека то, что он очень тщательно в себе скрывает. Такая тактика помогает ему избавиться от непоследовательности, ведь в данном случае Гордон выступает в образе наемника, которого не волнуют принципы и упреки. Гордон остается непоследовательным в глазах зрителей, поскольку не старается раскрыть границ своих принципов. Еще большее несоответствие создает следующий фрагмент. Когда речь зашла о моменте с колготками, он сначала указал на то, что никто не может доказать, постановка это или нет. Это перекладывание ответственности. А далее, несмотря на то, что шоу мужско-женское не авторское, и он, по своим словам, не должен нести персональной ответственности за сказанное, он все равно извинился в эфире перед участницей. Такое бывает. Но то, что неудачная шутка может ранить, это я тоже знаю. Поэтому да, если есть возможность, эта женщина посмотрит эту программу, я бы хотел перед ней извиниться. В интервью его позиция выглядит неустойчивой. Противоречивость и непоследовательность слов и поступков гостя провоцируют Юре задавать еще больше наводящих вопросов. И в итоге приводят к еще большим несоответствиям. Это может быть приемом со стороны гостя. Быть может, он пытается запутать аудиторию, чтобы было сложно составить о нем однозначное мнение. Ведя себя противоречиво, непоследовательно, можно стать конфликтной фигурой. А конфликтная фигура всегда создает повышенный интерес у зрителя, заставляет запомнить себя. Это противоречивость, этот конфликт в том числе, и заставил меня считать это интервью интересным для анализа. Непоследовательность, цинизм, провокация могут быть осознанными приемами, которыми Гордон пользуется, чтобы привлечь к себе внимание и повысить рост узнаваемости. Однако на деле такая тактика может привести к иным результатам. Аудитория может сделать вывод, что позиция такого человека неустойчивая. А демонстративный цинизм может оправдываться нежеланием раскрываться ни перед журналистом, ни перед аудиторией. И, естественно, такая черта характера наводит на вывод, что Гордон – закрытая личность. Конечно, зрители это заметили. И часто делали в комментариях выводы о том, что гость не уверен в своей позиции. Эта конфликтность, отсутствие прямой линии поведения и открытости привлекла внимание, но вызвала в чем-то негативную, а в чем-то сочувствующую реакцию. Вряд ли такое видео окажет положительный эффект на репутацию Александра Гордона. В этом интервью мы видим, как попытка уклониться от вопросов, переложить ответственность на кого-то другого за свои действия и эксплуатировать медийный образ циника и провокатора привели к уменьшению авторитета личности в глазах зрителя. Получилось ли у Дудя раскрыть гостя? Конечно. Хотя кому-то может показаться иначе, ведь по ходу беседы Гордон всем видом демонстрировал закрытость и часто уклонялся от вопросов, не отвечал напрямую. А в стране такого не было? Не было отмороженных ментов? Не было таких работников номенклатурных? Было так и не было так. Вопрос лишь в том, с какой стороны он раскрылся. Вначале я вспоминал, что Юрий Дудь умеет находить несоответствие в словах и идеях своих гостей. И это интервью показательно. Если смотреть на интервью как на метафору сражения, то Гордон старался защищаться, используя свои наработанные приемы, провоцировал, что ему удается лучше всего, высказывал циничные суждения, что является частью его медийного образа. У вас было ощущение после этого фильма, как будто вы испачкались в грязи? Нет. Я за любой кипиш, кроме... То есть я, кроме... Отношусь к этому как... Нет, кроме как, если я высказываюсь от первого лица, то да, я отвечаю за каждое слово, которое я сказал. В фильме, скажем там, или... Но Юрий своими уточнениями, поисками несоответствий и непоследовательности, а иногда прямым переходом на личности, сумел раскрыть личность Гордона. Какой гонорар вы попросили, чтобы снять фильм про Единую Россию? Вы знаете, как я поступаю обычно, когда мне задают такой вопрос, даже имея уже деньги в руках? Это же правило торговли главное. Чтобы не продешевить, заставьте их первую сумму... Первыми назвать сумму, понимаете? Обычную еврейскую... Мы увидели, что он перекладывает ответственность за свои слова и поступки на других людей. Увидели, что он показательно циничен по отношению к тем ценностям, которые заявляет. Поняли, что его суждения непоследовательны. И в целом позиция Гордона колеблется. Кажется, что все в его действиях в медийном поле зависит от того, сколько ему заплатят. Деньги или честь? Деньги. Разумеется, из всех этих выводов, основанных на наблюдении за словами героя выпуска Дудя, можно понять, какой это человек. Поведение Гордона в выпуске у Юрия существенно отличается от его поведения на телепередаче, в которых он выступает как ведущий. Значит, у Гордона не было задачи следовать своему медийному образу. Таким образом, в интервью с Дудем он действительно открылся зрителю с выгодной на его взгляд стороны. Но как это оценили зрители? Кто-то сочувствовал Гордона и говорил о профессиональном выгорании и даже о потере смысла жизни. Кто-то посчитал, что Гордон достоин презрения. Полагаю, что он смог выполнить задачу, если она перед ним стояла в том, чтобы заявить о себе в Ютуб-пространстве. Тем более, что несколько лет назад он уже предпринимал попытку собрать интернет-команду для создания контента под своим именем. Возможно, он снова об этом задумался, затем и согласился на интервью. Телевидение умирает. К огорчению для меня, потому что я никогда не стеснялся признаться, что работаю на телевидении только из-за денег. Но своему медийному образу Гордон мог нанести ущерб. Зрители отмечали увиливание от вопросов и противоречивости в позиции. Иногда это идет на пользу в медийном пространстве, ведь противоречивые люди привлекают внимание, попадают в центр повестки. Но многие зрители не сравнивали Гордона с умелым собеседником, который отлично и непредсказуемо отвечает, а скорее давали ему негативные оценки. Его позиция показалась неустойчивой. Согласитесь, если ваша собственная позиция неустойчива, вы не сможете быть последовательным в коммуникации. А с какой стороны для вас раскрылся как человек-телеведущий Александр Гордон? А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дыроках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Мне, как создателю фильмов, очень не хватает хорошего зрителя, качественного зрителя, зрителя, который бы понимал язык, на котором с ним ведется разговор. Все, что я читаю в качестве обсуждения своих работ и чужих в сети, заставляет меня шарахнуться от чудовищности уровня людей, которые это обсуждают, и руки часто опускаются. Потому что, когда ты понимаешь, кто твой зритель и с кем ты разговариваешь, становится, прямо говоря, не по себе.